В Сыктывкаре началась подготовка к предстоящему дню морского флота. Моряков и всех желающих ожидает праздничная программа на целый день. Организаторы обещают, что такого дня в МФ жители столицы еще не видели. Евгений Вершов знает, где провести это воскресенье. С легкой ностальгией Венедикт Павлович вспоминает свои военные годы. В далеком 53-м его призвали служить на флот в Кронштадт. С тех пор 28 июля каждого года не просто день, а самый настоящий праздник. Первое, что это мои молодые годы прошли там. А потом все же как день морского флота. Это интересно, потому что служить во флоте, это всегда старались. Вот сейчас правда бояться надолго идти на службу. А тогда мы уходили безо всякого. И день флота, я в душе так и остался моряком. Венедикт Павлович в день морского флота собирается пройтись до вечного огня, возложить цветы к памятнику скорбящего воина и погулять в свой заслуженный праздник. Вот только настораживает прошлогодний случай, что произошел у коми-педагогического института. Тогда между нетрезвыми моряками возник конфликт с сотрудниками полиции. Чтобы подобный случай не повторялся, Вячеслав Гайзер дал поручение в этом году организовать программу праздника. В 10 утра моряков и всех желающих ожидают около памятника скорбящему воину. Там состоится митинг. Ну а дальше организаторы приготовили сюрприз. Моряки и вода – это неразделимые понятия, поэтому праздник в этом году будет на пляже Лемью. Администрация Лемью пошла на встречу и основное действие – концертная спортивная программа – будет разворачиваться там. Там будет много всего, около 10 различных соревнований. Естественно, гонки на лодках морские, бросание якоря. Также пройдет День Нептуна. Традиционно приготовят макароны по-флотски и состоится футбол в бассейне. Заслуженный артист России, ну а главное – моряк Алексей Моисеенко призвал всех с достоинством встретить День морского флота. Мне бы хотелось, чтобы каждый осознавал значительность того, что он сделал для России. Несмотря на то, служил ли он на крейсере, служил ли он на стражевом корабле, на ракетном катере, на подводной лодке. И чтобы эта значительность была запечатлена на его поступках, его лице. Слово «праздновали» – фиеста. Праздник есть праздник. В нем должно быть все, кроме негативного состояния какого-то. Программа праздника начинается в 10 часов утра возле памятника Скорбячему войну. Далее всех ожидают на пляже в Лемью, где развлекательное шоу продлится до 16 часов. И самое главное – все ждут только позитивный настрой. Евгений Иршов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.